Из всех спортивных видов только настольный теннис прошёл заранее в мае в Купино. Второе место там завоевал Анатолий Свободин из совхозного сельсовета. Остальные 12 видов принимала Ордынка. Районная команда была представлена спортсменами из совхозного, промышленного, Улыбинского и Евсинского сельсоветов. Ленёвцам, как не селянам, участвовать было нельзя. Всего за победу боролись представители 30 муниципальных образований со всей области. Конкуренция сильнейшая. В обязательный вид входили соревнования косарей, дояров и механизаторов. Помимо профессионального мастерства, они должны были участвовать в гиревом спорте и бежать эстафету. Итоговый результат косарей. Четвёртое место. Но это результат, который для Москвина Ивана, которому 60 лет, а он наравне боролся с молодыми ребятами. И я видел, как он бежал в лёгкую атлетическую эстафету, нисколько не отстал и показал сумасшедший результат. Позвонили с Министерства сельского хозяйства, позвонились и извинились передо мной и сказали, «Москвин Иван, это ваш спортсмен?» Я говорю, «Да, наш». А что случилось? «Да нет, мы просто извиняемся перед вами за то, что он не попал именно в этом конкурсе профессиональном, в призовую тройку, но по качеству козьбы и вообще по технике он показал просто сумасшедший класс». В личном первенстве «Дояров» третье место занял Александр Баев. В соревнованиях по гиревому спорту наши участники заняли первое общекомандное место. Высшую ступень пьедестала заняли и механизаторы. Наша команда также выиграла в мини-футбол и стритбол. Семья Захаровых традиционно приняла участие в конкурсе спортивных семей, заняв второе место. «Мы до последнего не знали итоговый результат. Все находились в невидении, все 30 районов. И когда были подвинены итоги уже перед самым награждением, и когда было сказано приятно, неожиданно, но все-таки впервые заняли первое место». По итогам спартакиада гиревики и механизаторы из Китимского района примут участие во всероссийских летних спортивных играх в будущем году.